Все на отлично и даже погода. Под Конаковым прошел Кубок России по аквабайку. Соревнования собрали десятки спортсменов, причем не только из центральных регионов страны. Среди тех, кто оценил пироэта участников, была и наша съемочная группа. В очередной раз Тверская область стала столицей аквабайка. Снова на берегах Волги, в данном случае под Конаково, проходят соревнования по этому виду спорта. Кубок России, который собрал в этом году 87 спортсменов. Степан Микаберидзе уже не в первый раз приезжает на турниры по аквабайку в Тверскую область из Пермского края. Уральцу здесь нравится все, но в особенности профессиональный подход при организации соревнований, а также максимальная поддержка со стороны региональных властей. Супер, организация очень отличная. Федерации, конечно, молодцы, отрабатывают все. Лагерь шикарный. Самое главное, количество спортсменов с каждым годом все остается больше и больше. Это и показатель того, что остается все лучше. Особенное впечатление на всех произвела погода. Если в пятницу было прохладно, то в субботу весь день светило яркое солнце. Ветра практически не было. Так что в идеальные условия проведения Кубка страны свою лепту внесла и небесная канцелярия. Конечно, нам повезло, потому что мы все с вами смотрели прогноз. Он был неплохой, но это такой подарок. И, может быть, это Министерство туризма Тверской области просто договорилось, потому что суперпогода в субботу. Соревнования проходили в течение двух дней. Пятница была отведена на квалификацию. Финалы состоялись в субботу. Свой статус абсолютного фаворита подтвердил Сергей Чемезов. К недавно завоеванному титулу чемпиона страны он добавил еще и звание обладателя Кубка России. Как и Федор Епишин, выигравший состязание среди детей. 11-летний спортсмен говорит, что заболел аквабайком как раз на одном из таких же турниров. С тех пор его послужной список успел пополниться целым рядом побед. Демонстративным заездом в прошлом году в Казани. Это первое место. И в этом году получается то же первое место в чемпионате России. Турниром на Кубок страны завершился официальный сезон у представителей аквабайка. Учитывая уровень организации и превосходную погоду, смело можно сказать, что завершился на мажорной ноте.